Арифлейм Сегодня возможностью быть предпринимателем в Арифлейм СНГ пользуются 5000 индивидуальных предпринимателей. Доход золотого директора Арифлейм сравним с доходом европейского представителя малого бизнеса. В нашей делегации Арифлейм СНГ сегодня 1100 таких предпринимателей. Карьера топ-лидера Арифлейм сравнима с карьерой менеджера высокого звена европейской коммерческой компании. Суммарный объем выплат в бизнесе за год предпринимателям Арифлейм 25 миллионов долларов. Премии за новые результаты в развитии бизнеса за прошедший год составили 2 миллиона долларов. В организации предпринимателя находится до 500 человек. Это сравнимо с коммерческой организацией со штатом в 500 человек. Например, Международным банком в Санкт-Петербурге. Для своих предпринимателей Арифлейм устраивает постоянные семинары, конгрессы, банкеты и конференции. За последний год в регионе было проведено 400 предпринимательских встреч, на которых присутствовало более 100 тысяч консультантов Арифлейм. И самое многочисленное из которых собрало 5000 человек. Предприниматель Арифлейм. Возможность развития семейного бизнеса. Возможность европейского стиля жизни. Помогает построить жизнь, наполненную красотой, здоровьем и успехом. Арифлейм приветствует своих предпринимателей. Добро пожаловать на Международный саммит предпринимателей Арифлейм. Всем доброе утро. Насколько хорошо меня слышно. Угу. Угу. Вижу, что все в порядке. Ну что, ребята, давайте начинать наш с вами вебинар. Тема сегодняшнего вебинара «Бизнес. Без стартового капитала» это не миф. Давайте немножко расскажу о себе. Меня зовут Поготовская Людмила. Я старший директор компании Арифлейм. До Арифлейма у меня была довольно-таки бурная деятельность. Да, где только я не работала, куда только меня не забрасывало. Скажу, что первое образование у меня техник-технолог молочной промышленности. Причем с красным дипломом. Но я не проработала даже и дня. Вот. Как раз, когда я закончила, получила, вернее, первое образование, это были 90-е лихие, да, было совсем очень сложно с работой, везде были сокращения, зарплаты задерживали. Поэтому сложилась так моя жизнь, что меня мама по великому Владу устроила работать в военную часть, скажем так. Вот. И я проработала там два года. Я была служащей российской армии. Ну, в принципе, вот могу вам так сказать, мне все ужасно нравилось. Мне нравилось. Я хотела, если честно, сделать карьеру военной. Вот. Но у женщин все так складывается интересно, да. Я вышла замуж, соответственно, с беременнего, а таких не берут в космонавты. Мне сказали, что как ребенку исполнится пять лет, тогда, как бы, добро пожаловать. Дальше получилось так, что я параллельно еще, как бы, получала еще образование, я закончила педагогический институт. Вот. И, соответственно, пока я была в декретном отпуске, я приехала к своим родителям, к мужу, это сельская местность, и там директор нашей школы позвал меня работать в школу. Вот. На что я, в принципе, это, как бы, согласилась, потому что муж мне не хотел возвращаться в воинскую часть. Вот. И, как бы, говорил, что мы и здесь денег заработаем. Вот. Что касается жизни в деревне, знаете, ребят, никогда не завидовал, не завидую, завидовать не буду. Очень сложно жить в деревне, да, хоть и говорят, там все свое. Вопрос, как свое, достается каким, ну, как сказать, каким трудом, скажем так. Наверняка кто-то из вас есть из сельской местности, да, если есть, поставьте там какие-нибудь значочки, ну, единички, допустим, да. И если вы со мной согласны, что жизнь деревенская очень сложная, да, тяжелая, поддержите меня, да, да, тяжелая. Вот. Соответственно, проработали мы учителями в школе муж 10 лет, я 8 лет, дети стали наши подрастать. И, соответственно, я просто стала объяснять мужу, что нам надо делать оттуда ноги, потому что чужих детей мы учим, а наши вот растут как беспризорники. Да, конечно, свежий воздух, все это прекрасно, бегают, как бы, носятся целый день на улице, это все суперклассно. Но вопрос, что, а дальше что, да, кроме свежего воздуха и вольной жизни. И, соответственно, 10 лет назад мы переехали в город Орехово-Зуево, это Московская область, мы с мужем вместе решили, что в школу мы не пойдем, потому что там нет денег и времени нет, плюс ко всему еще на собственных детей, на собственную жизнь. Поэтому муж у меня уехал работать в Москву, а я подалась в торговлю. Я недолго была продавцом, стала администратором магазина, и, ребята, вы понимаете, вроде бы как все было хорошо, доход был приличный, скажем так. Так, 10 лет назад я зарабатывала в районе 40 тысяч, да, понимаете, да, что по нашим деньгам сейчас, как бы, доход приличный. У нас люди ездят в Москву за меньшими деньгами. Вот, и все было бы хорошо, и мне, как бы, вполне нравился тот образ жизни, что все время бегом, все бегом, активность. Ну, наверное, всему приходит какой-то предел. Ну, в общем, немножко у меня сдал организм, я приболела, меня сразу быстренько уволили, потому что сказали, что мы не можем ждать, когда ты выздоровеешь, если выздоровеешь ли ты вообще. Вот, поэтому мне вот очень понравилась фраза Роберта Киосаки из книги «Бедный папа, богатый папа», да, «Работа – это краткосрочное решение долгосрочной проблемы». В принципе, деньги нужны всегда. Вопрос, какую цену они достаются, да, и какие перспективы есть в дальнейшем. Так вот, Арифлэм ко мне пришел в виде моей знакомой, мы детей. Вместе водили на танцы, она мне попыталась что-то рассказать. А если честно, постебалась над ней, ну, это если мягко говорить, но слово «директор» у меня очень так запало в душу. Вот, и когда приключилась вот самая такая беда, я долго думала, чем мне заняться, куда податься, потому что я не могу сидеть дома, мне это скучно, у них всегда хочется движухи. Вот, и всегда как-то хотелось, как вам сказать, понять, на что я способна, да, вот, как бы приложить все свои таланты, скажем так, всю свою энергию, и в этой жизни как бы добиться не просто то, что я там мама, хозяйка, жена, да, но хотелось немножко большего. У нас вот на вебинаре присутствует очень много женщин, да, девушек. Вот скажите, помимо роли жены, матери, хозяйки, вам бы хотелось чего-то большего? Или в принципе, ну, как бы это не столь важно? Я просто подразумеваю ответ. Все, кто здесь наверняка, да, да, хочет еще и реализоваться как человек, поэтому мы с вами все здесь. И смотрите, что бы мне хотелось тут с вами сейчас, на какую тему поговорить. Мы когда с сестрой отработали недолго в торговле, мы поняли, как эта система работает, и мы очень с ней захотели замутить что-то свое. У нас уже с ней были идеи, что, куда, зачем. Мы уже знали, что самое интересное, поставщиков, то есть у нас там уже наработки с ней были определенные. И у нас такой вопрос стоял, вот, начать что-то свое. Нас тормознул мой муж, он сказал, вы сейчас вляпаетесь, вложитесь денег, непонятно, в общем, отобьете или нет. Плюс еще ко всему, я все-таки мама. Если ты сейчас займешься бизнесом, то, соответственно, на детей вообще не будет времени. У нас как полы не будет расти, да. Поэтому, как бы, все эти наши мечты мы немножко отодвинули в сторону, поняли, что действительно это сложно. Но я убедилась, что это сложно еще на примере моей работы. То есть дальше я уже стал там администратором магазина, и я всю эту кухню увидела изнутри, понимаете. Все красиво, хорошо, возможно, даже кто-то завидует индивидуальным предпринимателям в традиционном бизнесе. Вот, если честно, и сейчас, мне просто этих людей жалко, в каком отношении. Но они пашут, ребят, ну, как лошадь, я вам скажу. Причем без выходных, без проходных, постоянно в нервном напряжении. Потому что, если мы говорим сейчас о малом бизнесе, да, это вот небольшие магазинчики, павильончики и так далее, им сейчас такое сложное время, очень выжить трудно, да. Что я увидела, как администратор магазина, соответственно, изнутри. Я увидела то, что, во-первых, работа с документами, да, открытие ПЭ, там, договора, там, со всеми подписанными, со всеми, все приходят, кому не лень, все проверяют, СЭС, пожарники. Потом еще как-то к нашему хозяину нагрянули, соответственно, даже не помню, как это орган называется. У него там, у него еще кожгалантерея была, отдел, сумки, ремни, да, и все, где значки стояли, там, Шанель, Габани, да, то есть они все это вообще просто изъяли, скажем так. Вот, потому что, как бы, как бы считается это, там, подделка, у вас сертификатов нет и так далее, и так далее. Соответственно, аренда. Аренда – это тоже такая фишка очень интересная. Есть продажи, нет продаж, а аренду заплати. Да, Саша, ОБЭП, вот, я думаю, как это же называется, ОБЭП, да. Соответственно, аренду заплати. Дальше закупки. Все, что продаем мы, они, соответственно, как бы в магазине, да, они это все закупают, причем, когда они это все закупают, он едет сам со своей женой, потому что он никому не доверяет, потому что на вкусе товарищей нет, да, он вроде бы как знает, что востребовано, да, что пользуется спросом, какой ассортимент и так далее, да. То есть они как и закупщики, как и грузчики, в общем, все прут, все тащат на себе. А дальше, следующий момент, это зарплата продавца. Ну, ребят, это вообще, вот, если честно, мы уже знали, что за неделю до того, как начнет выплачивать нам зарплату, у него портится настроение. Смотрите, какое двоякое состояние. Если магазин делает прибыль, делает товар оборот, хороший, да, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны мы были привязаны к этому самому товару обороту. Если хороший товар оборот, значит, нам надо заплатить больше процентов, да. Дальше. И вот у нас мы всегда смеялись по этому поводу, что за неделю у него начинает портиться настроение, потому что реально он понимает, что какую зарплату он приблизительно посчитал и знает, какую нам зарплату выплатить, да, и понеслось. Последняя неделя, называется, не попадает под его горячую руку. Он его штрафует по всем пустякам, опоздал, не зашел, сдержался в обеденный перерыв, в подсобке ел, да, и так далее, и тому подобное. То есть тут уже он ушел в разнос, скажем так. Поэтому, посмотрев вот все со стороны, понаблюдав за этим, соответственно, я понимаю, что не так все просто, как мы хотим. Сейчас, я могу так сказать, он позакрывал многие свои, у него такие были сеть магазинчиков, сеть ларьков, и, в общем, в итоге у него осталось всего два. Ну, потому что аренду сложно, содержать продавцов сложно. Ну, в общем, сейчас вот немножечко он подсократил свой бизнес. Не так все на самом деле хорошо, как казалось бы. Потом у меня есть еще тоже несколько предпринимателей знакомых, которые имеют свой малый бизнес. Ну, могу вам сказать, что сейчас все в таком состоянии, у кого еще есть какой-то дополнительный доход, какой-то денежный поток, скажем, с других каких-то областей, те выживают. У кого нет, соответственно, нет. Они закрываются. Вот. И уходят с рынка. В итоге, что бы мне хотелось вам сказать дальше? Когда, в общем-то, я заболела, лежала долго, думала, чем заняться, куда себя деть, я вспомнила о том, что мы встречались с моей знакомой, и она мне про каких-то директоров Арифу им говорила. И, соответственно, я тут позвала уже ее сама к себе, сказала, давай-ка еще раз на эту тему, ты мне более подробно расскажешь, что, где, куда и как. Так, она пришла с моим будущим вышестоящим спонсором, с Альбом Цепис, да, и тут ребята мне рассказали вообще, как устроено здесь все, да, что это такой же бизнес, вот, только бизнес без вложений, да. Итак, что же нам предлагает компания? Компания, наш партнер, компания Арифлейм, нам предлагает отлично выглядеть, зарабатывать деньги и жить с удовольствием. Сейчас мы с вами вот это все как раз-таки и разберем. Да, смотрите, почему компания Арифлейм? Ну, сами понимаете, когда я столкнулась с сетевым маркетингом, у меня не было никакого ни познания, ни знания, да, и я до этого не покупала ничего по каталогам, почему-то считала, что магазин купить проще. Когда на горизонте у меня появился Арифлейм, я стала вообще изучать маркетинг планы, смотреть вообще, что происходит вокруг меня, другие сетевые компании. Не того, чтобы сбежать, а то, что понять и еще раз убедиться в том, что я сделала правильный выбор. Соответственно, стала очень много изучать всего, ну, плюс, понимаете, учитель – это такая профессия, которая заставляет нас знать как бы немного больше, чем все остальные, да, потому что у нас есть такой немножко, такой страх, не дай бог мне что-то спросить, чего я не знаю, да, поэтому мы стараемся больше обучаться, больше получать дополнительные информации для того, чтобы мы были информационно подкованы. Так вот, я могу так сказать, что посмотрев другие компании, я сделала несколько выводов, да. Ну, во-первых, если мы говорим «отлично выглядит», да, компания наша выпускает косметическую продукцию, да, не забываем, что косметической продукцией считается не только декоративная косметика, да, но и средства личной гигиены. Плюс на данный момент компания выпускает линию здорового питания. То есть это все для того, чтобы мы с вами выглядели хорошо. Эти продукты, они ежедневно востребованы, то есть мы каждый день умываемся, каждый день зубы чистим и так далее. То есть получается продукт легкий, да, легкий в продвижении. Следующий момент. Что еще? Вы понимаете, политика компании «Рифлейм», она не агрессивна, она настолько лояльна, она настолько добра, потому что до этого меня звали в другую сетевую компанию, но там девочки и мальчики прессинг идет прямо, вот если честно, серьезный, да, то есть вот ты хреново живешь, и вот так жить не будешь, помрешь на помойке, если ты вообще не будешь сотрудничать с нашей компанией. Вот, поэтому у меня было такое вот негативное отношение, я почему-то была уверена, что и все в таком, в такую политику ведут, да. Когда мне пришли, ребята рассказали о том, что, ну, хочешь делай, хочешь не делай, твое право, да, ну, смотри, какие есть возможности. Соответственно, мне это понравилось, потому что я не очень люблю давление, такой довольно-таки свободолюбивый человек, да. Вот, и я согласилась сотрудничать, я говорю, да, мне вся эта тема интересна. По поводу зарабатывать деньги. Смотрите, компания предлагает нам начать свой бизнес под ее крыло. Что это значит? Компания – это не начальник наш, это наш партнер, да. И что меня еще вдохновило, скажем так, сотрудничать с компанией, будучи администратором, я же видела все эти подводные камни, да, что предпринимателям приходится делать. И тут я узнала о том, что компания Арифлэм, ну, я могу так сказать, где-то 80 с лишним процентов, даже побольше, чем 80 процентов, берет обязательства на себя, да, то есть это производство, соответственно, разработки, тестирование, так, производство, я, по-моему, уже говорила, да, то есть логистика, грузоперевозки, бухгалтерия, представляете, да, это вот такие самые основные этапы, которые компания взяла на себя. И единственное, что компания от нас хочет, как от партнеров, да, это то, чтобы мы организовывали товарооборот. Если есть среди нас новички, поставьте, пожалуйста, плюсики, я посмотрю, кто, сколько, насколько вас много. Что такое товарооборот? Товарооборот – это сумма всех ваших покупок, которые проходят по вашей организации. То есть, понимаете, да, даже здесь компания не просит вам это делать самому. Компания говорит о том, что организуйте вокруг себя таких же людей, как и вы. Да, вижу, ребята, приветствую вас, новичков, всегда мы им очень рады, вот, потому что благодаря вам увеличивается наша команда, да. Вот, и я могу вам сказать, что мне эта идея стала очень интересна, что организовать товарооборот. Вот, в принципе, как понимаете, мы занимаемся все организацией товарооборота, либо услуг, либо товаров, да, потому что я знаю, вот, среди нас есть девчонки-продавцы, я вижу, да, я вижу тех, кто, ну, просто и кого-то уже знаю, с кем-то уже давно общаюсь, то есть мы все организовываем товарооборот тем или иным способом, да, потому что если человек работает в парикмахерской, то тоже товарооборот организует, только благодаря своим услугам, скажем так. А потом жизнь показала то, что, ну, не всегда можно входить в горащую избу, конья на скаку останавливать, да, то есть наступает такой период в жизни, ну, когда это уже делать тяжело. Вот, поэтому идея того, что от каждого по одному проценту, а не от тебя все сто, меня, если честно, очень это вдохновило. Вот, и еще о чем мне рассказывали ребята на встрече, о том, что здесь много признаний, да, благодарности от компаний в виде там поездок и, соответственно, банкетов директоров и так далее, и так далее. То есть вот именно это у меня, мне это все и понравилось. Смотрите, что в итоге, какие основные действия мы с вами делаем. Основные действия. Шаг первый. Мы находим человека, которому нужен доход от 50 тысяч, и он бы хотел иметь еще плюс к этому всему, свободное время. Почему от 50 тысяч? Ну, меньшие деньги можно заработать на обычных работах, да. Можно, конечно, и большие деньги заработать на обычных работах, но вопрос, будет ли у вас при этом свободное время. Дальше, следующий шаг. Вот мы этого человека нашли. Человек говорит, да, хотел бы зарабатывать, да, при этом хотел бы иметь свободное время. Второй шаг. Что мы делаем с вами? Мы даем информацию о том, как можно зарабатывать деньги в интернет-проекте с компанией Арифлей. Да, то есть интернет-проект у нас называется «Бизнес-лига». Да, как благодаря нашему интернет-проекту он может заработать денег. Дальше, обучаем делать то же самое, что делаем мы. А что, чем мы занимаемся? Мы их обучаем основам построения бизнеса с помощью интернет-технологий. Так как сейчас интернет очень развит, поэтому компания тоже очень активно развивается в интернет-просторах, да, через соцсети и так далее. Обучение у нас проходит через вебинары, через чаты, ну и есть много других способов, чтобы, соответственно, вас обучить. Так вот. Смотрите, в итоге что же получается? Как этот организовывает товарооборот? О чем сейчас идет речь? Компания говорит о том, что... И вообще, как работает наш проект. Смотрите, у многих есть ассоциация «Арифлейм» – это каталог, это продажа. Да, в свое время, поэтому мне не было интересно сотрудничать с «Арифлейм», потому что кроме этого я больше другого ничего и не знала. Наверняка большинство из вас, да, тоже думали, что это единственный вид дохода в компании «Арифлейм», да, это показывать каталоги, раздавать и зарабатывать какие-то там небольшие деньги. Или вы все такие умные, сразу пришли на бизнес, и до этого у вас была правильная информация. Вот мне еще такой вопрос к вам. Все ли знали, да, что с компанией «Арифлейм», до того, как вам это рассказали, можно сотрудничать на более интересных и выгодных предложениях, да? И так думала. Вот, и я, Лен, так думала, что ничего здесь серьезного нет, и все это баловство. Так вот, смотрите, компания говорит, «Ребята, из чего складывается личное потребление на самом деле?» Ой, из личного потребления. Из чего складывается товарооборот? Из личного потребления. Ну, все мы моемся, бреемся, красимся, да. Многие сейчас следят за своим здоровьем, то есть пьют, соответственно, витамины, коктейли и так далее, и так далее. Так вот, компания говорит, «Ищите таких же людей, как вы, которые готовы потреблять и готовы приглашать и обучать людей, которые приходят сюда». То есть, по большому счету, ребята, мы с вами строим сеть, да? Сеть потребителей, да, и, соответственно, именно сеть партнеров, да, которые понимают смысл этого бизнеса, не зацикливаются на только заказах, а также приглашают, обучают, да. Вопрос, кто же к нам приходит в этот бизнес? Люди приходят, абсолютно ребята разные. Как-то однажды услышала такое выражение, что в этот бизнес, да, приходят неудачники, да. Да, те люди, у которых как-то по жизни все не сложилось, и вот они теперь, бедные, не знают, куда себе деть, и у них остается один только вариант – сетевой маркетинг, да. Но я могу сказать, что на самом деле все далеко не так, да. Я могу сказать, что вот сейчас я вас познакомлю, прям несколько участников нашего проекта. Прям в двух словах о них. Наши вышестоящие спонсоры – Ципис, Лев и Юля, да. В прошлом до Reflame Лев успешный, сейчас скажу вам, Господи, Лева, слово забыла, сейчас скажу. Он, в общем, работал, да, был менеджером, но я могу вам сказать не обычным менеджером, да, он был руководителем, а его выбирали вплоть до регионального менеджера. То есть, вы понимаете, да, уровень. И по тем деньгам, вот Лев уже, наверное, лет 12, наверное, в бизнесе, да, Лев, где-то так приблизительно, да, почти директором, да, регионального развития. И, соответственно, доход у него тогда уже составлял где-то в районе 100 тысяч, да. А, соответственно, понимаете, что, в принципе, у него и карьера была, у него и деньги достаточно были серьезные, да, и так далее, и так далее. Но он пришел, его заинтересовал бизнес компания Reflame. Почему? Потому что до этого его супруга пришла, Юля, да, и она ему показала, как это все здесь на самом деле работает. Юля, в прошлом учитель физкультуры, спортсмен, вот, соответственно, то есть люди приходят абсолютно разные, понимаете, да. Сейчас это бриллиантовые директора нашей команды, вот, у них огромная команда, в том числе и мы в их команде, скажем так. Вот, и они мне очень серьезно помогали на этапах становления и помогают сейчас. Следующая семейная пара, это Роман и Елена Толстенева, да, вот, кто уходит уже на вебинары, то наверняка знаком с ними. В прошлом Рома, начальник смены химического производства, да, Лена, инспектор в паспортном столе, ну, в принципе, сами понимаете, да, тоже успешные люди. Ну, я могу вам сказать, почему люди приходят сюда, да, хочется своего, хочется быть хозяином своей жизни, во-первых. Во-вторых, хочется, ну, вот, с какого-то момента перестаешь, как вам сказать, перестаешь, ну, хочется своего бизнеса, да, чтобы от тебя все зависело, чтобы не было начальника, ты был свободен, да, и в мыслях своих, и в действиях своих. Поэтому, так как мы хотим развить и жить лучше, чем жили вчера, да, соответственно, мы сюда и приходим за этим. Следующий участник нашего проекта, это Юля Хомякова, да, в прошлом это стюардесса, облетала много, как бы, стран, скажем так, много что видела, достаточно много зарабатывала. Ну, обстоятельства, соответственно, понимаете, в жизни все меняются. Юля, когда поняла, что она скоро станет мамой, она начала понимать, что совмещать работу и ребенка, ну, почти невозможно. Да, либо она занимается ребенком, либо она летает и, соответственно, не видит, как растет ее дочь. Вот, поэтому она стала искать варианты, где бы можно было себя реализовать, где можно было достаточно хорошо заработать. Вот, и, соответственно, она пришла к своим друзьям, это Лев и Юль Ципис, да, и они, как бы, рассказали, что здесь на самом деле происходит. И таких историй, на самом деле, ребят, много, да. Да, это вам вот только в примере троих людей. Я больше, чем уверена, что у всех у вас есть очень интересная история, да, у самих, потому что многие из вас сами по себе очень интересные личности. Я скажу больше, у нас, среди нас есть и предприниматели индивидуальные, у которых есть свой бизнес, у кого, возможно, он был до Арифлейм, да, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мне говорят, что люди приходят неуспешные, я сейчас с этим категорически не согласна. Сюда приходят успешные люди, которые до Арифлейм были успешны, понимаете, и в Арифлейм они успешны, вот, и достаточно серьезные деньги зарабатывают. Поэтому сюда приходят разные люди, и они все приходят за одним. Они хотят быть счастливыми, здоровыми, обеспеченными, скажем так. Так вот, по поводу построения сети. Смотрите, у нас есть в нашем проекте очень интересная фишка, фишка для новичков. Скажите мне, пожалуйста, вот, ребята, если бы вы пришли в обычный бизнес, вам бы стал кто-нибудь помогать его развивать? Подсказывать, давать советы, наставлять вас, да, и так далее, и так далее. Как вы думаете? Конечно, нет, конечно, нет. Потому что вы конкурент, вы на рынке не нужны. Поэтому, соответственно, никто вас учить не будет. Смотрите, что происходит здесь. Здесь мы заинтересованы росте наших партнеров. Мы заинтересованы его обучить всему. Мы очень радуемся, когда у него все получается. Соответственно, на начальных этапах мы даже будем ему помогать, приглашать людей. Вот, что касается фишки нашего бизнеса. В интернете, вот, в нашем проекте конкретно, да, все устроено так, что когда вас пригласил ваш спонсор, да, тот человек, который вас пригласил, дал вам информацию. И помогает в этом о всем разобраться, мы его называем спонсором. Соответственно, он поначалу, пока вы обучаетесь, пока вы вникаете в суть, он под вас уже начнет строить, соответственно, вашу команду. Ребят, здесь основная ключевая фраза, пока вы разбираетесь. Не вы просто сидите и наблюдаете со стороны, что происходит, а именно в это время вы обучаетесь. Да, вот, соответственно, соответственно, что получается? Вам еще и помогает организовать ту самую команду, вот, пока вы на начальных этапах. Дальше, смотрите, основные правила 3П, да, это потребляй, приглашай, посещай. По поводу потребляй, ребят, ну, давайте уже все называть своими словами. При регистрации у вас появляется свой личный кабинет, у вас есть свой личный интернет-магазин. Соответственно, вы средства личной гигиены первой необходимости, где будете покупать? У себя или понесете прибыль к своему соседу в магазин? Вот просто интересно. Как вы думаете, что для вас выгоднее, брать у себя, потому что вам платят за товарооборот, да, либо идти и нести деньги соседу? Конечно, у себя. Ребят, следующий вопрос. Вокруг вас есть ваши знакомые и родственники. Вы заинтересованы, чтобы они брали в вашем интернет-магазине и увеличили вам товарооборот, или они несли деньги в другие магазины? Конечно, у вас. Понимаете, что происходит? Мы уже говорили, что мы не зарабатываем на каталогах, да, мы зарабатываем на личном потреблении. Соответственно, всем своим знакомым я в свое время тоже сказала, что, ребята, у меня есть интернет-магазин. Соответственно, вы приходите, приходите ко мне, берите все необходимое, и я вам буду отдавать же по своей цене. Да, это вот что касается моих там родных и близких. Соответственно, и вам будет хорошо, и мне замечательно. Ну, я вам объясняю, почему, потому что, говорю, вот эти 20% разницы между ценами, да, компании и ценой, которая отпускает мне, я на вас зарабатывать не собираюсь. Я зарабатываю совсем другим путем, да. По поводу приглашения. Смотрите, кого приглашать, где приглашать, когда приглашать. Везде, всех и всегда. Что это значит? Это значит, что если вы уловили суть проекта, если вы понимаете, к чему это все приведет, да, а система на самом деле интересная, с кем в первую очередь хочется этой системой поделиться? Мне нравится, когда-то спонсоры приводили такой пример. Смотрите, вы гуляете по лесу, и вдруг вы видите, что из-под земли что-то блестит. Вы немножко ковырнули, а там, как бы, вклад, да, золото. Скажите, пожалуйста, ну, вы понимаете, что вы это золото сами не унесете, да? Вы кого будете звать вам помочь золото перетащить домой? Своих близких, родных? Или прям вот вы выбежали на дорогу, и давай там всех в первом встрече, пойдемте, я с вами там поделюсь, вы себе возьмите, да, и так далее. Конечно, всех, вот, конечно, близких. Понимаете, конечно, близких. Потому что, если вы понимаете систему, что она, возможно, она вам дает возможность осуществить все свои мечты, зарабатывать столько денег, сколько хотите, столько времени тратить на свою семью, сколько вам надо, да, на общение и так далее, то, конечно, своих однозначно, своих знакомых, родных, близких. Просто единственное, эту информацию надо научиться давать. И пока вы не можете сами, вы можете подключить своего спонсора, да. Быстрее научитесь, быстрее получайте информацию, чтобы вы могли уже рассказать своим знакомым и родственникам. Конечно, мы сейчас в интернете тоже приглашаем у незнакомых людей. Потому что нам надо, чтобы наши команды быстро растущие были, да. Смотрите, кто к нам приходит в команды. К нам приходят команды, люди, с которыми у нас одинаковые ценности по жизни, да. Я вам могу сказать, вот сейчас даже на вебинаре присутствует Юля Соломыкина, это мой партнер по бизнесу, да, мой директор, скажем так. Здесь, соответственно, присутствуют и другие. Вот, например, с Эльвирой Раиповой мы познакомились через интернет. Но мы за это время с ней очень сдружились, понимаете, мы звоним, сообщаемся с ней и так далее, и так далее. То есть мы реально понимаем, что нам комфортно друг другу. Она не доверяет, я ей во все помогаю и так далее. То есть мы все равно даже на просторах интернета находим людей, кому эта тема интересна, да, и кто хочет в этой теме развиваться. Мы просто, благодаря как бы опыту своему, да, я могу так сказать, ребята, конечно, в первую очередь, это обратите внимание на свой ближний круг, да, это люди, которые окружают вас. Соответственно, затем, конечно, знакомьтесь с другими людьми. Потому что всегда нужны новые люди, нужны новые силы, да, нужны, чтобы развиваться. Да, мы уже говорили, что в нашей команде, вернее, в нашем бизнесе, один в поле не воин, да, мы здесь работаем командой. Командой работать проще, потому что всегда поддержат, всегда подскажут, да, и так далее, и так далее. Поэтому и вы, даже на начальных этапах, вы начинаете формировать уже свои команды. Самое главное, ребята, запомните одну вещь. Здесь никто не работает на кого-либо. Каждый здесь работает сам на себя, да, на свой результат, на свой доход, хотя мы работаем в команде. Да, потому что, смотрите, вот ко мне пришел новичок. Вот у меня просто было тоже, был такой случай, что даже один из моих родственников сказал, что, ну, конечно, ты там директор, ты там сидишь в короне, а все вокруг шуршат. Вот. Но что я ему сказала? Для того, чтобы все вокруг шуршало, мне так пошуршать вначале пришлось, да, чтобы этих людей найти, чтобы в них вложить свои знания, свое время. Вот у нас сейчас есть новички. Ребят, вот давайте по-честному. Что сейчас с вас взять? Ну, вот что. Вы ничего не знаете про этот бизнес. Вы пока здесь ничего не умеете, да. Соответственно, вопрос, да, вот просто у меня, кто кого имеет, да. Первый год, ребят, первый год, новичок имеет по полной программе своего спонсора, да. Он выкачивает его знания, он тянет на себя одеяло, я имею в виду время и так далее, и так далее. Что самое интересное, спонсор это делает с удовольствием, да, потому что он понимает, если его новичок дергает его, спрашивает постоянно, мне нужна твоя помощь, подскажи здесь. Спонсор видит, что новичку действительно эта тема интересна, и он с удовольствием начинает с ним общаться, потому что он видит в нем своего партнера, да. И он ему начинает помогать. Следующее. Смотрите, к чему мы тут с вами стремимся, и что мы здесь вообще с вами делаем. Дело в том, что просто организовать товарооборот в своем интернет-магазине, ребята, ну это не цель, это не мечта на самом деле, это у вас и так получится. А сразу ставить надо немножко другие цели. Сразу искать партнеров и помогать им организовывать его команду, чтобы впоследствии его команда работала самостоятельно и без вас. Почему? Основная фишка, за чего пришла сюда в компанию я, я реально хочу через определенное время жить на пассивном доходе. Да, что такое пассивный доход? Это когда однажды ты хорошо поработал, а затем, даже когда ты не настолько активен или не активен совсем, деньги тебе идут. Это своего рода инвестиции. Вот сейчас, обучая новичков, помогаем организовывать их команды, мы инвестируем время свое, свои знания в них. Для чего? Для того, чтобы он научился все это делать, что такое организовывать команду, организовывать товарооборот и получать прибыль с этого. И, соответственно, когда он научится все это делать, ему захочется дальнейшего роста. А дальнейшего роста возьми еще одного человека, помоги ему опять организовать команду, соответственно, да, и будет тебе счастье. То есть, посмотрите, насколько здесь наши действия благородны. Мало того, что мы зарабатываем деньги сами, мы еще учим зарабатывать людей, соответственно, в нашей системе. Система налажена, отработана. То есть, ваша сейчас задача просто разобраться, как здесь все происходит, и включиться, и действовать. Понимаете, да? Соответственно, по поводу вложений. Вложений здесь нет. Потому что, если вы себе что-то взяли, купили домой, ребят, ну, согласитесь, это не вложение. Это просто обыкновенное потребление, да, ну, любой продукции, не вот то, что вы там купили, ели шампунь, да, и так далее. Вы все равно это купили, только в другом магазине. Поэтому, покупая продукцию, назвать это вложением, но это вообще неправильно на самом деле. Дальше. Следующее действие. Соответственно, обговорите со своим спонсором, как вы будете приглашать людей. Вы обсудите с спонсором, спонсор вам подскажет, как лучше на данном этапе, потому что все люди разные, мы все индивидуальные. С кем-то мы работаем так, с кем-то по-другому. Но цель одна. Приглашаем, обучаем. Я могу вам так сказать. Вы будете заинтересованы не только помочь своему человеку, которого вы пригласили, но и помочь тому человеку, которого пригласил он. Почему так происходит? Вот, в принципе, на примере этого слайда, где только одного человечка там разрисовала, да, человек под человеком. Смотрите, когда у вас, вы научили одного человека, потом этого человека научили учить других, да, вот на данном слайде первый человечек, это не просто люди, которые пришли в этот бизнес, это уже директора, да, это те люди, которые здесь умеют работать. То есть, ваша структура, ваша команда должна состоять, директор в первый уровень, то есть, это кого вы лично пригласили. Дальше пошел директор, которого другой человек пригласил. Когда будут директора по директорами, а это самостоятельные единицы, у вас настолько все будет развиваться, то есть, мы здесь сейчас с вами строим и организовываем не просто интернет-магазин, а сеть интернет-магазинов, понимаете? Потому что только сеть, это устойчивая единица в нашем мире, понимаете? Просто иметь маленький магазинчик, на примере даже обычного бизнеса, вы видите прекрасно, что сейчас эти магазинчики сгибаются и только сети выживают. Так и вот мы здесь строим сети магазинов. Соответственно, вот администратори этих магазинов и есть наши партнеры по бизнесу. Соответственно, смотрите, для того, чтобы, я думаю, так, осуществились ваши мечты, а они начнут осуществляться, как ни странно, чем больше вы зарабатываете, тем больше мечты осуществляете. Хотя и говорят многие люди, что не в деньгах счастье. Не в деньгах счастье. Но в наше время приходится задумываться, потому что если вдруг ты приболел, извини, если у тебя нет денег, ты не сходишь в медцентр, ты не сдашь каких-то определенных анализов, ты не получишь определенное лечение. Соответственно, если у тебя нет денег, ты не сможешь поехать с семьей где-то отдохнуть. Элементарно вывезти своего ребенка где-то погулять, потому что куда-то погулять, ну, если только на улицу, то везде нужны деньги. Игровые комнаты, какие-то там еще развлекалки, везде это деньги. И чтобы, соответственно, сделать жизнь наших родных яркой, полной впечатлений, ну, они просто необходимы, ребят. Так вот, о чем мы сейчас с вами говорим? О том, что для того, чтобы ваши мечты осуществлялись, сейчас ставьте цели немножко побольше. Не просто стать директором, да, а вырастить несколько директоров. Мой вам совет 6, да. Вы вот ветками, прям директора под директорами 6. Конечно, я могу вам сказать, это труд, но это труд, который вам воздастся в итоге, понимаете, за этот труд. Я могу так сказать. Конечно, можно занять выжидательную позицию, как новичка. То есть сесть и наблюдать, как ваш спонсор работает, как он рекрутирует, как он приглашает, как он обучает и при этом не быть активным. Ребят, смотрите, если у вас действительно серьезные намерения и вы хотите бизнес, то вам надо быть активным, да. Вам все равно придется включиться рано или поздно в работу, поэтому мой совет включайте сразу. Ходите на вебинары, смотрите, слушайте, задавайте вопросы. У нас есть рабочий чат в Телеграм. Пожалуйста, спрашивайте, если у вас есть вопросы. Но включайтесь в работу. Потому что чем быстрее вы включитесь, тем быстрее вы получите то, зачем вы сюда пришли. Вот, поэтому, соответственно, вот прям план себе ставьте. Программа минимум, да. Это шесть веток, это шесть людей, которым вы поможете организовать свои команды. Да, потому что... Это самая выгодная позиция, скажем так. И, в принципе, могу вам так сказать. Компания за все... На банкете директоров вас чествуют. Вы не на сцене, вам вручают чек. Хотя мне вот денежку... Перечислили уже давно. То есть я сначала денежку получила, потом с чеком постояла, да. Вот. Вот. Конечно, компания организует еще различные конференции за свой счет. То есть, когда вы двум... Люди, мы вот вырастили две эти самые ветки, соответственно, компания... в этом все. womx вы решили. Вот две эти-потеренции включены отвesperенности. Сум员 ломаться на всех методах. Сум меня на бассейтах. Ты у improvement Dad не Powin uh Бога. Ты у nee-кломаться ин шистьке. И, соответственно, осуществлять все свои мечты. И с компанией Арифлэм все это возможно. Я могу вам сказать, что мне бы хотелось вам пожелать всем уверенности в победе. В победе это значит, что у вас здесь все получится. Во-первых, здесь не может не получиться, я вам приведу пример. Какие действия мы совершаем для того, чтобы у нас здесь получалось? Это мы, соответственно, потребляем личное потребление и приглашение людей. Что в этом сложного? Действия простые. Ребята, понимаете, действия простые. Что в нем сложно помыться? Легко. Позвонить подруге и сказать о том, что там или написать в какой-то соцсети, да, у меня есть к тебе предложение, тебя вообще деньги интересуют. Что вообще здесь сложного? Если вы такой прям скромняга, там стесняетесь, да господи, познакомьте свою подругу со своим спонсором. И он все вырулит, он все покажет, он все объяснит. Действия простые, но сложность в том, чтобы себя организовать, да. Кто-то говорит, у меня нет времени. Ребята, а кого оно есть? Я сейчас вот как бы мамочек спрошу, вот девчонки, скажите мне, пожалуйста, у кого там двое, а у кого-то и трое детей, у вас есть время? Плюс еще домашние какие-то хлопоты и заботы. Да у всех 24 часа в сутки. Просто вопрос, на что мы это тратим. Да, я вот разговариваю там со своими мамочками, которые в декретном отпуске, да. Да они вообще как белки в колесе. Белки в колесе. Они бегают, носятся, решают вопросы детей, кого-то в сад, кого-то в школу, а если дома, то это весь день. Только глаз да глаз, чтобы никуда не залез и так далее. Но при этом они находят время. Уложили всех спать, пошли работать за компьютер. Потому что, а проще не будет. Потому что дети подрастают, все равно вы им нужны. Вот у меня взрослые дети, сыну 20, дочери 15. Вопрос, как вы думаете, нужна ли я им? Вот я могу вам сказать, как мать взрослых детей, нужна. Потому что мне надо быть в курсе событий, что происходит в жизни моих детей. Потому что очень интересный возраст. Да, где-то поддержать их, да, где-то направить и так далее, и так далее. То есть получается, что момента лучше на развитие у нас нет. У нас надо жить сегодняшним днем. Что у нас есть, как я могу выделить время и выделять. Если у вас есть 2 часа сегодня, выделите 2 часа. Если у вас получается больше свободного времени, выделяйте больше свободного времени. Развивайтесь здесь, соответственно, обучайтесь здесь. Если честно, я вебинары смотрю, ребята, правда вам скажу. У меня телефон лежит всегда в кармане, халатом, да, или домашнего платья. Наушник у меня один торчит в ухе, да, второй вот так, где-то рядышком телепается. При этом я готовлю есть. Потому что, ну, как бы вариантов других у меня не всегда бывает. Но я ставь курс, что на вебинарах происходит, я обучаюсь. Если нет вебинара, и в это время, например, я смотрю записи какие-то интересные, которые мне помогут дальше в развитии моего бизнеса. Поэтому время можно найти, если понимаешь, во что ты это время вкладываешь. Вот. И по поводу уверенности. Ребят, даже в Библии написано, если вы во что-то не верите, даже не начинаете делать. Понимаете, да? Если у вас нет уверенности, значит, со спонсором поговорили, ролики посмотрели, и набрались этой самой уверенности. До вас должна дойти мысль, что да, действительно, это круто, да, и действительно, я хочу разобраться с этим во всем. Вот только с такой позиции у вас будет все получаться. Соответственно, я могу вам сказать еще о том, что, возможно, не все будет получаться. Ребят, это нормально, я вам могу сказать. Потому что мы этому учимся. Сегодня не получилось, завтра переделала, у меня завтра уже получилось, да. Как учитель начальных классов, я вам скажу. Ну, не приходят в школу дети, которые пишут каллиграфическим почерком. Ну, увы. Понимаете? Но определенное время позанимавшись, возможно, пролив там слезы, да, что не получается. В итоге все дети умеют писать. Поэтому и здесь только ваш труд, только ваше желание приведет вас к той цели, с какой вы пришли сюда, да. Поэтому желаю вам всем огромных команд дружных, да. Желаю вам, чтобы у вас всегда все получалось. Чтобы у вас всегда хватало энергии на ваш рост. Чтобы вы были всегда позитивны. Потому что в позитиве жить полегче, проще и приятнее, скажем так, да. И хочу вам пожелать, чтобы пока по карьерной лестнице вы не просто шли, да, а чтобы вы бежали. Поэтому будьте активны и все у вас получится. Всем огромный-огромный привет. Всех вас рада была видеть. Целую и обнимаю. Людмила Покотовская. Людмила Покотовская. В 그 Hudskill дстерриарное. Субтитры passou влюбилон, да. Уважаемца, larva, с 이용 виск bat.